Покажу пример управления количеством персонажей на сцене, как можно управлять их числом и созданием этих персонажей, короче, вот этих вот призраков на сцене, так, чтобы они появлялись в одной из одной из дверей, их количество поддерживается все время одинаковым и оно, это число призраков задается константой через скрипт, который привязан к узлу гостсет, изначально этот узел пустой, но по мере выполнения этого скрипта он наполняется призраками, их количество поддерживается равным вот этому числу, есть еще одна константа, которая задает время, через которые эти призраки, ну, в общем, через которые происходит проверка, не нужно ли создать еще один призрак, если нужно, то он создается, подробнее рассмотрим, как это работает. Метод процесс выполняется, ну, постоянно в ходе игры, он передает время с момента, прошедшее с момента вызова, предыдущего вызова этого метода, и есть аккумулятор, в котором накапливается эта временная разница, как только она становится больше, чем вот эта вот константа, то есть больше пяти секунд вот в этом случае, то происходит вызов метода управления количеством призраков, в нем проверяется, сколько дочерних элементов у этого узла, вот этот узел гостсет, если это количество меньше, чем число призраков, которые мы поддерживаем, то мы создаем нового, для того, чтобы создать нового призрака, мы берем, используем переменную, загруженную, ну, во время инициализации этого скрипта, загружается вот эта сцена, которая определяет сам узел призрака, вот она, вот она, эта сцена, вот так выглядит, она подгружается, и дальше используется для того, чтобы создать экземпляр, то есть новый инстанс, мы его создаем, присваиваем ему название, уникальное, потом устанавливаем ему положение на карте, где он будет находиться, для того, чтобы он появился в одной из дверей, которые есть на карте, мы получаем, сначала мы получаем список всех дверей, которые существуют на карте, это сделано доступом к узлу дур-сет и к его дочерним элементам, то есть мы берем список дочерних элементов этого узла и присваиваем его в переменную дур-лист, дальше, когда мы хотим выбрать случайную дверь на карте, вызываем, в общем используем этот список, то есть берем случайное число в диапазоне, ну, от нуля до размера вот этого списка, минус единица, вот, то есть таким образом выберется случайная дверь из тех, которые есть на карте, и дальше, так, дальше, и дальше, вот этот инстанс, который проинициализировался, ему присвоилась позиция, добавляется, добавляется как дочерний элемент вот этого узла гост-сет, вот, и таким образом, если другим скриптом призрак удаляется, то отсюда он тоже исчезает из этого списка, и тогда снова срабатывает вот эта функция control-ghost-count, срабатывает и создает новый призрак, и таким образом можно управлять их количеством и временем, через которое они создаются, вот, например, сделаем тут, чтобы их было побольше. наседают, их должно быть 10 штук, и лезут они из всех дверей.